Сальма Циндарма, добрый день, уважаемые студенты. Мы сегодня начинаем новую лекцию, третья тема, степная цивилизация. Нажмите на паузу, запишите тему лекции и вопросы. Спасибо. Какие же мы вопросы сегодня вместе с вами разберемся? Прежде всего, надо сказать, конечно же, что когда мы говорим о степной цивилизации, подразумевается, что есть еще такой термин, как кочевой. Но мы сейчас пришли к выводу о том, мы, то есть исследователи, что слово кочевой давно уже не соответствует содержанию этого слова. Если это северные оленеводы, то да, действительно, они не строили городов, они переносили свои строящиеся с одного места на другое, кочевали к Хкарскому морю и обратно. Вглубь немножко континента, до границы тундры с тайгой. И на этом вся их материальная культура заканчивалась. Материальная культура степных намадов, она гораздо более многоемка. И степная цивилизация является частью общей мировой цивилизации, формирования общей мировой цивилизации. И степные жители сделали, у них здесь есть значительный вклад в эту цивилизацию. Теперь, первый вопрос. Появление степного скотоводства, конечно же, или пазмичного животноводства, мы еще называем его. Конечно, сам по себе скотоводство, оно играло очень важную роль. В аритме, то есть засушливой зоне Евразии, скотоводство было доминирующим хозяйственным укладом. Но нельзя говорить о том, что все буквально занимались только скотоводством. Парадокс, но факт. Вы знаете его, особенно историки должны знать, что первым видом хозяйства на территории Казахстана было не скотоводство, а земледелие. Индийландские племена в эпоху Брунзы, переселившись сюда, начали развивать земледелие на речных почвах. Их еще называют оливиальное земледелие. И именно земледелие было первоначальным видом хозяйства. А потом уже в начале раннего Железного века, то есть в первой течении до нашей эры, на территории степной зоны, начиная от Монголии до фактически Панонии, это территорию Румынии и Римыри, именно там заканчивается степная зона Евразии. Во всей этой зоне произошло разделение между теми, кто преимущественно занимается земледелем и между теми, кто преимущественно занимается скотоводством. И те, и другие продолжали заниматься земледелем. Вот этот момент я хотел бы, чтобы вы поняли. Для казахов совершенно не чуждо земледелие, ремесло, городская культура, даже наоборот. Мы говорим о том, что даже в русских дипломатических документах 17 века, там говорится, казачья орда, страна 30 городов. Вот этот момент нужно понять. Но с другой стороны, конечно же, скот играл очень значительную роль в мировоззрении людей, в их духовности, в понимании имени мира. Они исходили из него, из скота в первую очередь. Когда здоровались, в первую очередь казахи, кстати, и русские казаки позже начинали с здоровья скота. Спрашивали сначала здоровье скота, а потом уже здоровье домочадцев. Вот это было очень важно. Без скота достаточно трудно было. Нельзя сказать, что совсем можно было погибнуть от голода. Нет, но без скота было трудно себе представить само по себе мировоззрение. Вот это мировоззрение, оно тоже в 20-21 веке, 20-21 веке сыграло очень большую роль. Ну, например, когда, наверное, большинство из вас, это те, кто еще, их дедушки или родители жили в поселке, переезжают в город и везут с собой скот. И очень долгое время, вот особенно в 90-х годах, был такой городской стадо, который выгоняли гулять. Сейчас я практически их не вижу. Но для жителей, которые переехали в город, было немыслимо покупать молоко. Немыслимо. Или покупать мясо. Для них было нормально самим, так сказать, производить это молоко, самим резать свой скот и его таким образом получить. Хотя потом, конечно же, это было дорого. Потом они поняли, что чем содержать скот в городе на покупном корме, это гораздо более дороже, чем просто пойти в магазин и купить это все. И мясо купить оказалось дешевле, и молоко оказалось купить в городском магазине проще, чем держать этот скот. И это осознание пришло уже гораздо позже. В том числе, например, у моих родителей, которые очень долгое время переехали в город, держали скот и так далее. И это касается, наверное, большинства казахов. Поэтому очень и очень трудно отделить то мировоззрение, которое было у казахов, ту духовность, которая была у казахов от скотоводства. Когда же возникло скотоводство? Скотоводство возникло очень давно. Еще в эпоху ранней бронзы. Вот где-то в этот период животноводческое скотоводство, оно приобретает, скажем так, определенный такой самостоятельный уклад. Как часть изомредельского хозяйства. Но пазмичное животноводство, животноводство, в котором какая-то часть населения перемещается из одного места в другое, оно появляется, конечно же, гораздо позже. И это позже, первой тысячелетия до нашей эры. Именно в первой тысячелетии до нашей эры люди научились садиться на коня. И всадник стал тем инструментом, с помощью которого появилось пазмичное животноводство. Или его еще называют кочевое скотоводство на ваших учебниках. Что представляет собой животноводство в степном его варианте? Прежде всего, его называют твердхарам. Это не название рода. Это на самом деле часть фразы твердхарамал. Четыре великих вида скота. Это овцы, это козы, это лошади, кони и верблюды. Вот эти четыре вида скота. Считается, что их отобрали, потому что они умели делать, это слово вошел, этот глагол вошел в русский язык, как тибеневаться. Тибеневаться. В казахском языке его называют тью, от слова тью. То есть, они могут копытами выбивать себе из-под снега траву. И только эти четыре вида скота умеют это делать. На самом деле, только три. Верблюд не умеет выбивать себе из-под снега траву. Верблюд проживал, хоть и в тех регионах, но в основном в тех регионах, где это было возможно, то есть в южных регионах. Это сейчас только начали завозить в более северные регионы. И для верблюда, конечно, заготавливали небольшое количество скота, небольшое количество храма. Но для остальных видов скота, они могли его просто-напросто потреблять в том виде, в котором оно существовало осенью и закрыло снегом. Поэтому только эти четыре вида скота. Что являлось доминирующим в экономическом укладе? Доминирующим в экономическом укладе были овцы. Овцы всегда играли у скотоводов основную роль. И практически все мировоззрение, основная часть мировоззрения была построена именно на них. Бедняки имели иногда до 99% овец. У них было только один-два коня, для того чтобы, или осел, если это юг, и все. А все остальное это были овцы. Потому что экономически выгодно было разводить только овец. Для того, чтобы разведение лошадей и коней, это отдельный процесс. Этим могли заниматься только богатей. Потому что большими табунами лошадей содержать невозможно. Они могут разбежаться. Их содержат небольшими табунами. Их называют кос. И вот эти для каждого коса полагается взрослый табунчик. Если овец пасли дети, подростки и собаки. Вот, например, наш казахский тюрит помогал детям пасти просто овец. Семейное стадо. То для того, чтобы пасти кос, нужны были взрослые обученные табунчики. А этим табунчикам нужно было платить, даже родственникам. Поэтому содержать лошадей и коней было сложно. Я специально выделяю два вида вещей. Во-первых, кони и лошади. Я сразу хочу сказать, что казахи коней не ели. Ели лошадей. Желка. Конь ад. Ад тарда казахтар. Жигин журт. Тих жилханы ед нжит. Пайдалан ад. Ад это отдельный вид. Можно сказать. Но это не биологический, конечно, вид. Но это отдельный, дрессированный. И по породе это совершенно другой вид, чем лошадь. Ад привычали к дрессировке с детства. Батыры своих ад еще примечали к жеребенкам. И чуть ли не спали вместе с жеребенкам. Настолько близко было такое общение между конем и батыром. И это было необходимо. Вот эта дрессировка, понимание друг друга было необходимо. Потому что в бою, в походе, именно от коня зависела жизнь батыра. Если батыр оставался без коня, его жизнь становилась практически бесценной. И практически не имел никакой цены. И уменьшалась на множество порядков. Поэтому после смерти батыра или после его гибели, если оставался жив его конь, то во времена чурков и кирчаков коня, вот труп батыра к могиле клали на коня. И конь приводил его к этой могиле. А потом коня в полном снаряжении убивали, а клали рядом с батыром. И такой порядок даже у казахов продолжал существовать вплоть до 18 века. Именно такой обычай описал Рычков, хотя он не был археологом и не копал кирчаков. Известный просветитель и ученый, который жил в Оренбурге и занимался исследованием. Даже в 18 веке этот обычай существовал. Ну, муллы запрещали убивать и класть коней туда. Поэтому с принятием ислама и углублением традиций ислама, коней просто отпускали в табу. И он жил до своей смерти, до своей естественной смерти в табуне. Его никогда не ели. Поэтому понятие конина для нас это не совсем корректный вопрос. Русские ели конину. Это тоже парадокс. Но ели, конечно, в экстремальных случаях. Поэтому их мясо называется конина. То есть, когда, например, войско было окружено, или когда был страшный голод, они были вынуждены есть своих коней. И в русском языке есть понятие конь и лошадь. Лошадь то, на чем перевозят и на чем пашут. Конь это то, на чем ездят. То, что является другом человека. Вот эти моменты нужно понять для того, чтобы как-то осознать ту духовность, которая есть. Это базовые элементы национальной духовности. Что такое конь и что такое лошадь, что такое ад и что такое желтка. Еще я хотел бы обратить ваше внимание на следующий момент. Когда мы говорим о скотоводстве, мы должны понять, что Казахстан это родина городов. Это наш Аркаин. Граница 3-го, 2-го тысячелетия нашей эры. Еще на европейском континенте ни одного города не было. А в Казахстане уже город был. И в последующие периоды города на территории Цердарьи само собой существовали. Это Сыгнак. Стены и развалины местного университета Медреси, который существовал в Сыгнаке. Все это было продиктовано. Города, конечно же, в первую очередь, они имеют отношение к базарам, они имеют отношение к ремесленникам, к земледельцам. Поэтому связующей нитью, интеграционной нитью, которая имела отношение к этим городам, являлся Великий Шелковый Путь. Именно на Великом Шелковом Пути возникает торговля. Именно с возникновением торговли появляется ремесло. И у каждого товара, каждый товар, у каждого товара, даже у рабов людей, появляется своя цена. И денежное обращение, оно характерно для регионов с фазовичным жертвеноводством с древностью. Вот это один из самых наших древних моментов. Дырки в середине, это специально для того, чтобы их можно было протить и носить с собой. И денежная система самых разных государств, от Китая до Персии и арабских стран, всегда были здесь, вместе с нами. И, конечно же, основным металлом, из которого излетавливались эти вещи, это было, конечно, золото и серебро, это роднит нашу цивилизацию с другими цивилизациями нашей планеты, объединяет и интегрировать его. И наша монета до сих пор, то есть наши деньги до сих пор называются Акча, Ахша, беленькая, то есть серебро, как серебро. В основном, основная масса, конечно, денег делается из серебра. Но помимо этого существовало, конечно, и наше собственное, в том числе и древнее ремесло. В Солнечнике, самый сложный, зергерлик, ювелирные изделия. Вот такие сложнейшие ювелирные изделия делали наши предки, наши ремесленники еще в древности. Великий Шелковый Путь появился во втором веке до нашей эры и уже первые маршруты Великого Шелкового Пути они начинались в самом крайнем китайском городе Дэнхала и пролегали через Синьцзянь, казахи называют его Синьцзянь, проходили через Южный Казахстан, в Среднюю Азию и уходили дальше. Но уже в эпоху поздних Аньюев начали появляться отлетления от Великого Шелкового Пути, так называемое Северное Тлетление. Их было много. Самое старое Северное Тлетление уже появилось в Пятом веке. Сандийский Путь садится через земли современного Казахстана, через Житесу, через Балхаш, через Тарбагатай, проходили на Алтай и дальше в Монголию. Центр политической жизни того периода. Вот это одно из самых древних северных отлетений. И по нему перемещались огромное количество и скота, и других продуктов, и, конечно же, самого ликвидного товара того периода, как шелк. Но шелк уже в 7-8 веке его начали производить практически везде, кроме Европы, в том числе и на юге нашего Казахстана, и в Средней Азии, и в Персии. Поэтому шелк перестал быть таким высоколиквидным товаром, каким он был раньше, и стратегическим товаром. И в 8-9 веках нашей эры наступает эпоха постепенного похолодания. Так называемый, его еще называют малолетниковый период, хотя это не совсем верно, малолетниковый период это чуть раннейший период. И вот это похолодание, пик этого похолодания был в 17 веке. В 17 веке, например, для того, чтобы нужно было понять, в России вот как раз с внутренним временом наступили из-за него. Уже в августе месяце выпадал снег. Из-за этого хлеба не взоревали, и был страшный голод. Еще в дневниках Пушкина в 19 веке можно прочитать, что в конце марта, в начале апреля еще были снежные бурики, когда он проезжал из Москвы в Петербург и обратно. Есть вот эти надписи, они еще передвигались на санях. Сейчас это уже немножко трудно представить. Ибн Фатлан, который приехал из арабских стран, ехал в Булгарию в 1921-1923 годах, в 10 веке, через Амударью передвигал по ледовому настилу. И поэтому изменение этого климата привело к тому, что Пушнина становится основным товаром. Первым Пушниной начали торговать химеки, потом торговля Пушниной стала одним из доходных таких мест ханов и султанов Золотой Орды, а потом еще и Московского государства. В погоне за Пушниной Московское государство захватило своем Западную Сибирь, а потом переместилось с помощью сил отрядов фармацеваляков в Восточную Сибирь, в Плод и Дальний Восток. Вот эти моменты очень важны. Очень важны. И Великий Шелковый путь, который проходил через территорию Казахстана, через ее северное ответвление, постепенно становится не только маршрутом, где происходила торговля, а обменом технологий между различными цивилизациями. Продолжение следует...